МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О! Жанночка, доброе утро. Доброе утро, мамочка. А, давай я налью тебе кофе. Спасибо. Вильям приготовила твой лучший сорт. Слушай, а круассаны ему сегодня очень удались. Попробуй. Я рада, что тебе нравится. Наслаждайся. Завтра наше меню будет немного скромнее. Почему? Доктор не назначал мне диеты. Я увольняю Вильяма. Все, с меня хватит. Не зря я не хотела брать его на работу. Как знала. Что ты знала? Не важно, мама. Нет, это важно. Я не позволю тебе уволить Вильяма. Тем более, у него завтра суд. Мам, нельзя быть такой наивной. Он все равно его проиграет. Понимаешь, шансов ноль. Хотя... Ты права. Подожду с увольнением. Хочу посмотреть, как его в суде размажут по стенке. Приятного аппетита. Спасибо. Котеночек, ну ты помнишь, что ты должна сказать? Что ты хочешь жить со мной. Да, и не забудь еще сказать, что папа не может обеспечить тебе уровень жизни, к которому ты привыкла. Мне надоело еще. Долдуньте одно и то же. Я помню все. Спасибо, Жанна Сергеевна, что подвезли. Я всегда знал, что вы добрый человек. Где-то, где-то в глубине души. Подожди, не так уж глубоко, как в этом месте. Я, пожалуй, пойду с вами на заседание. Хочу поддержать вас, пара. Вы уже здесь? Очень хорошо. Заседание через двадцать минут. Ну что, пойдем? Простите, а вы не могли бы узнать, кто это с ним? Постараюсь. А почему вы меня из школы забрали, а не мама? У нее дела. Какие дела? Ну, ты вернешься, сама у нее и спросишь. Мама, Катя, и даже этот Артур уехали. И тебе не сказали, куда? Не верю. Скажи, где они? Чего ты под ногами вертишься? Тебе заняться нечем? Сама виновата. Всех своих нянек спровадила, чтобы никто ужиться не может. А мне не нужны няни. Мой папа скоро домой вернется. Эй, малыш, не всегда бывает так, как нам хочется. А папа все равно вернется. Сама увидишь. Истец, вы поддерживаете свои исковые требования? Да, Ваша честь. Истец просит присудить ему опеку над его несовершеннолетними детьми. Уважаемый судья, Ваша честь. Да вы поймите, я с самого рождения был с девчонками. Я заботился о них. Я готовил завтраки, запилал косички, читал книжки на ночь. Я был рядом. Ваша честь, я протестую. Это не имеет отношения к делу. Продолжайте. Послушайте, я был рядом, когда они болели, когда плакали над грустными книжками. Даже когда во сне им снились страшные сны, я тоже был рядом. Поймите, девчонки сами привыкли, что папа поможет, папа поддержит, позаботится о них. Пожалуйста, не лишайте их, этого чувства. Спасибо. Ваша честь, мы просим заслушать несовершеннолетнюю Екатерину Ковригину, с кем из родителей она хотела бы жить постоянно. По нашему мнению, это поможет суду вынести справедливое решение по данному вопросу. Прошу вас. Кать, ну что ты сидишь? Тебя все ждут. Давай. Екатерина Ковригина, а с кем из родителей вы хотите жить? С мамой. Кать, как же так-то, а? Спасибо вам большое. Всего доброго. Всего доброго. Благодарю. До свидания. Ну, Ирусик, ну я же тебе говорю, кто в трезвом уме этому бывшему детей бы оставил, а? Артур, не сейчас. Да. Мы будем бороться. Вилья, ну не расстраивайтесь так сильно. Вам же разрешили дважды в неделю видеться с детьми. Да. Спасибо, Жанна Сергеевна. Спасибо. Да. Вы бежайте, я доберусь сам. Подождите, Вильям. Никуда вы в таком состоянии один добираться не будете. Быстро в машину. Вам же на работу, Жанна Сергеевна. На своей работе только я решаю, когда мне приходить и приходить ли вообще. Марш в машину. Быстро. Жанна Сергеевна, спасибо вам за все. Ну, я увольняюсь. С какой-то стати. Я вас не уволю. Вы мне нужны. Не я. Я никому не нужен. Не потерял семью, детей и жену. Хотя продолжаю ее по-прежнему любить, но я для нее тряпка. Ничтожество. Я сам, сам в этом виноват. Послушайте, во-первых, дождитесь, пока принесем закуску. Во-вторых, прекратите это унылое самобичевание. Вы что, женились сами на себе? Нет, я на Юрке женился. Ну, значит, она виновата в том, что случилось. Если ее что-то не устраивало, она вам должна была об этом сказать. В конце концов, именно для этого человеку дан речевой аппарат. Спасибо. Спасибо. Ну, соберитесь. Ну, вы же пробились ко мне на работу, были таким решительным, напористым. Значит, вы не совсем тряпка. Спасибо на добром слове. Не совсем в моем случае, это уже комплимент. Любить себя нельзя заставить. А вот уважать можно. И очень даже нужно. Как у вас все просто получается, Жанна Сергеевна? Просто не значит легко. Вы хотите побороться за свою семью? Хочу. Я помогу вам в этом. Только и вы мне должны будете помочь. В смысле? Закусывайте, закусывайте, не отвлекайтесь. Я хочу, чтобы вы могли мне стать более женственной. Зачем? Ну, вы и так хороши. Ну, не врите мне, пожалуйста. Мне надоело быть одной. А на меня только эти альфонсы западают. Я хочу любви, а не товарно-денежных отношений. Хорошо. Но только у меня одно условие. Никакой жалости и никакого вранья. Это уже два условия. Но я согласна. Катюш, ты поторопись пять минут до начала урока. Спасибо, я в курсе. Чего так долго? В пробку попали. Да она такая дура. Она говорила в суде ерунды какой-то. Почему ерунды-то? Ты же все сказала, как тебя мать просила? Да, теперь я думаю, что папу предала. Слушай, твои ордаки не могут нормально разойтись. Ты-то тут при чем? Все, давай, не кисни. Пошли. Мы с парнями договорились прошвырнуться. Погнали! Со мной. Так. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Могу я вам чем-то помочь? Да, пожалуйста. Вот эти три костюма, вот эти две рубашки. А также нужно две пары классических джинс и три белых рубашки. Это действительно все в примерочное. Размер? Размер… Пятидесятый, да? Да. Побыстрее. Угу. Вы что? Вы с ума сошли? Вы… 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 Вы видели эти цены? Я столько не зарабатываю. Не надо мне рассказывать, какая у вас зарплата. Я вам ее сама плачу. Вы работаете много и тяжело. И деньги на эту одежду у вас есть. Уж позвольте мне самому решать. На что тратить мои деньги? Не позволю. Потому что вы опять все захотите потратить на дочек. Как и все, что заработали раньше. А это мой родительский долг? Нет такого долга растворяться в другом человеке. Пусть даже очень любимым. У вас должно быть время и деньги на себя. Все. Вперед! Да ладно вам, она не сможет. Вы про что? Да забей. Все равно откажешься. Нифига, парни, она готова. Я вам точно говорю. Ты же готова? Да к чему? Ну, к тому, чтобы стать частью нашей банды. Ну, конечно, готова. Ну, тогда тебе придется пройти обряд посвящения. И доказать, что ты с нами. Ну, хорошо, я готова. Что нужно сделать? Нет. Да вы что? Ну, я же говорил. Катя, ты чего? Ты же не трусиха. Я знаю, у тебя получится. Или мы больше не сможем общаться. Блин, что-то я переживаю. Ребят, чего вы успокойтесь. Все нормально. Все-все-все, смотри. Давай, пошел. Давай. А, извините, а где у вас чипсы? Так вот же лежат. А, все-то я. Ух-х-х-х. О, даёт, о, даёт. Ой, ой, мне живот скрутило. У вас нет ножка? Ой, сейчас тошнит. Пропустите, пожалуйста. Я чуть не померла от страха. Я думала, прям на кассе кого не двину. Чего стоишь, доставай. На, гладь, не. Это что, тоже обряд посвящения в банду? Нет, это чтоб ты расслабилась. У тебя руки дрожат. Бери. Тебе показалось. Ну что, полегчало? Нет, еще. Дай мне хоть глоток. Окей. Спасибо. Так. И мам, Вильям у нас гости? Я не звал. Мама! Это есть отчетная. О, Жанночка, ты опять поздно с работы. Боже мой, Вильям, какое дивное преображение. Милый, боюсь, вы долго в холостяках не проходите. Мама, а что происходит? Ничего. Встреча друзей. Идите все сюда, идите, идите. Идем, идем, идем. Жанночка, это мои друзья. Это Олег Тихонович, а это Семен Петрович. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы очаровательны. Лерочка так много о вас рассказывает. Да. Пардон. Очень приятно. А о вас мы помним. Как же, как же. Такая паста получилась. Я дома приготовил по вашему рецепту. Внуков от стола не мог оттащить. Да. Милый Вильям, но если так много говорят о ваших талантах, вы нам срочно нужны в баре. Да, у Олега изжога от компариума. Да, у меня изжоги нет. Да. Так что, все, мы вас ждем. Ждем. Я возвращаюсь к нашему начатому. Вильям, ну, есть и хорошая новость. Завтра четверг. Ваш день с детьми. Я даю вам выходной. Спасибо. Прикинь, мать вчера вообще не заметила, что я домой под градусом пришла. Совсем до меня нет дела. Ну и круто. Чем меньше родокилил свою жизнь, тем проще. А, вот это полный попадос. А вот с огла с алмазом любую мелочь заметит. Так, от меня точно не пахнет? Ты что, мать, вчера уж все выветрилось. Да не кипиши ты. Если что скажешь, что устала, много задают. Все будет нормально. Не киснет. Давай, пока. Ну, пока. Пап, ты такой красивый! Привет, мышонок! Пап, почему ты так долго не приходил? И не звонил даже. Виноват и справлюсь. Обещаю, такого больше не повторится. Теперь каждый вторник и четверг наши с вами дни. Ура! 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 Где твой телефон? В рюкзаке. Так, доставай. Так. Достаю, достаю. Угу. О, держи рюкзак. Так. Ну, вот. Теперь все в порядке. Убирай телефон. Надевай рюкзак. Давай. Так. Кать, а твой телефон нужно проверять? Или сама разобралась? М? Угу. Вот, видишь? Все в порядке. Да. Все в порядке. Кать, а что ты такая уставшая? Похудела даже. Пап, у меня конкурс. Крокодиловна нас с Игорем совсем замучила. Хочет из нас призеров выковать. Ладно, пап, не пора. Пока. Мышонок! Пойдем? Пап, я так соскучилась по твоим сказкам на ночь. Мне теперь снятся такие противные сны. Слушай, ну это отвратительно. Так, с сегодняшнего дня устраиваем чтение сказок на ночь по телефону. Договорились? Пойдем. Вильям Лядинович. Добрый день. Добрый день. Хотя… Какой же он добрый, если опека над детьми досталась вашей бывшей жене? Откуда вы знаете? Вы следите за мной. Ну что, в нашей стране судопроизводство гласное, поэтому каждый человек может… Чего вы хотите? Совсем немного. Я хочу помочь вам восстановить справедливость. Ну, скажите, чего бы добилась ваша, ну теперь же, бывшая жена, если бы вы не взяли на себя заботу о детях, о доме? Не полагая ее, успехи были бы скромнее. Конечно. Конечно. Мое предложение прежнее. Я помогу вам отсудить у Ирины половину совместно нажитого имущества. Посмотрите вот это. Хорошо, я подумаю. Всего доброго. Вы знаете, я подумал. Идите вы к черту. С вашим предложением. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА О, Вилим, милый, уже здесь? Доброе утро. Доброе. А Жанночка спустится через пять минут. Ну что, Жанна Сергеевна, не сомневайся. А вот что в такую рань? А, зарядка. Ну, кстати, Вилим, кофе мне не делайте, я буду пить теплую воду с лимонным соком. М-м-м. Да. Вилим, я тоже не знаю, кто эта женщина и куда она делала мою мать. Доброе утро. Доброе утро. Жанночка, даже твои нападки не испортят мне это утро. Вилим, кстати, сегодня вечером вы даете мастер-класс для моих друзей. Подойдет, ну, я думаю, итальянская пикна. Мам, ну, с твоей активностью у нас просто будет скоро дом досуга и творчества для пенсионеров. Жанночка, представляешь, после пенсии жизнь тоже есть. Мастер-класса, это же прекрасно. Ай, мой дядечка. Прошу. Спасибо. А сейчас, Вилим… Мам, а сейчас Вилим нужен мне. У нас много дел. Ты и так забронировал на целый вечер. Не волнуйтесь, Калилия Павловна, я весь вечер в вашем распоряжении. Непременно. Сейчас, физкульт-привет. Мам, береги себя. Спасибо. Скажи, пожалуйста, ты знаешь такого юриста Соломатина? Да, знаю. Мутный тип. То, что он мутный, я это сам понял. А вот на кого он работает? Работает он на Савельева. А Савельев перекочевал в бизнесмена из бандитов. Но старые привычки остались. Так что советую держаться от обоих подальше. Непременно воспользуюсь твоим советом. А сейчас быстро завтракаем и едем. Куда? Подожди, ты что? Ты что хочешь, чтобы я вот это надела? Я настаиваю. Отнесите примерочную. Нет, ну это же какой-то кошмар. Жанна, твоя одежда это послание к миру. Ну, о чем говорит вот этот вот жакет, застегнутый на все крючки. И вот эта вот монолитная юбка. Ну, ну. Ну, не вылезай, убьет, что ли? Вот именно. Это огромные буквы на лбу написано. Теперь одевайся. Вперед. А что это за красота? Вот, возьмите. Стоп. Привыкай брать паузу. Одежду подает и принимает мужчина. Удобно. Пользуйся. Красиво. Так, все. Нам пора. Стоп. Подожди. Ну, куда домчишься к дверям, как спринтер к финишу? Дверку открывает и закрывает. Мужчина. Угу. Прошу. Эй, постойте. А товар оплатит. Простите, мы увлеклись. Я беру все. Алло. Артурчик, слушай меня внимательно и не перебивай. Все твои гарантии Вильям на одном месте вертел. Геннадий Дмитриевич, да я… Я… Рот закрой. Значит так. Берешь детей и везешь ко мне на дачу. Дальше сам решать. А детей зачем? Затем, что ради детей отец согласится на все. И подпишет все, что нам нужно. Действуй, Артурчик. И быстро, быстро. Геннадий Дмитриевич, а давайте как-нибудь без детей вопрос решим. Я же не бандит. Я дожму ее, обещаю. Дайте мне пару дней. Два дня и не минуты и больше, Артурчик. Привет. Привет. Извините, Ирина Николаевна сейчас на недал. Ирдочка, у меня важное дело. Заинтриговал. Что за дело? Иск раздели, соответственно, наше строимущество. Предсказуемо. Только ты ничего не получишь. Ну, ничего не надо. Эти бумаги мне упорно подсовывает некий Соломатин Юрий Савельев. Слышал о таком? Доводилось и что? И то, что даже мне с моими домохозяйскими мозгами понятно, что против тебя ведется какая-то грязная игра. Я с этим разберусь. Да. Разберись, разберись. Я не знаю подробностей, но принимать участие в этом я не собираюсь. Это на всякий случай. Отказ от имущества нажитого в браке. У тебя появилась привычка к широким жестам? Нет. Нет. Просто мне всегда была нужна ты и девчонки. Они твои деньги. Да. Артур, ты где? Приходил Вильям. Он отказался от всего, от квартиры, от денег. Какой он благородный. Мне кажется, я была несправедлива к нему. Когда ты приедешь? Ириль, я плохо слышу. Я перезвоню тебе. Пока. Дебил, блин. Все планы мне спутал. Я расскажу маме, что ты при мне ругался. Я беда и плакс. Сев в папочку. Я не уйду. Ты не спутал. Нет, у меня не суда. Не вкусно. Ты не знаешь, что это будет. А что невкусно? Да? Да, если еще мясо мелко покрошусь, то вообще будет прям отменное блюдо. Вильям, позвольте вам сказать, это было просто восхитительно. Ну, не уверен насчет восхитительно, но рецепт действительно простой. Зачем же, зачем же вы себя так принижаете? У вас ведь редкий кулинарный дар. Поверьте мне, поверьте, я знаю, я знаю, что говорю. Мой сын продюсер шоу «Супершеф». Правда? Да. Вы не представляете, это самая любимая наша программа с вашей дочерью. Мы не пропустили ни одного выпуска. Вы знаете, передайте своему сыну, что он делает потрясающее шоу. Я предлагаю вам сделать это лично. Сейчас проходит отборочный конкурс для шоу следующего сезона. Я думаю, Вильям, вот вам там будет самое место. Ну, я как-то все-таки любитель больше. А да и жизнь так складывается, что как-то сейчас не до конкурсов. Все равно, все равно подумайте. До завтра времени хватит. Внимание. Ну, как всем очевидно, наш домашний кулинарный урок удался. Так что жду вас всех завтра в это же время. Да. Будем готовить азиатский обед. Из трех блюд. Да, Вильям? Азиатский? Даешь лапшу! Даешь лапшу! Даешь лапшу! Даешь лапшу! Даешь лапшу! Спасибо большое! Устал? Тяжелый день? Давай, я помогу тебе чуть-чуть расслабиться. Ну, хоть что-то приятное за сегодняшний день. Я вообще не понимаю, как ты на себе все тащишь? Да как? Как лошадь. Завалила и тащу. А ты ведь не лошадь. Ты красивая молодая женщина. Тебе просто должен кто-то помогать. Кто? Ну, ты что ли? Ну, я вряд ли помогу. Но зато я знаю хороших ребят. Фирма Стелла. О, да. Ты можешь с ними объединиться. И они смогут взять часть твоих дел на себя. Ты мне уже все уши прожужжал этой Стеллой. Да я не могу вот так просто смотреть, как ты на работе убиваешься. Хорошо, познакомь меня с ними. А то Савелия что-то затевает, и мне... Понадобится помощь. Так, я напишу им прямо сейчас и договорюсь о встрече. А ты маленькая девочка, но большая умница, Мышонка. А как у Кати дела? А то она совсем со мной не стала разговаривать. Пап, так она к конкурсу готовится. Мышонка, уходят из школы, возвращаются только к ночи. К ночи только, понятно. Ага, папа. А почитай мне сказку на ночь, как всегда. Ну, давай. Только ты ложись, хорошо? Мышонок, ты помнишь, на чем мы в прошлый раз остановились? Так, нашел. Маленькая разбойница жила в хижине посреди огромного леса. Самого большого леса в королевстве? Ну, да. Это был самый большой лес во всем королевстве. Соседями маленькой разбойницы были птицы, еноты и олени. И медведи? Они же тоже жили в лесу. Ну, да. Только они жили чуть подальше. А однажды утром маленькая разбойница проснулась от громкого стука топора. И король пообещал больше никогда не охотиться в лесу маленькой разбойницы. О, что это? Мемуары? Не рановато приступил? Нет, готовлюсь к завтрашнему ужину. Твоя мама лихо пообещала азиатскую кухню, а я в ней совсем не разбираюсь. Да, мама умеет между делом осложнить всем жизнь. И я хочу пойти по ее стопам. Завтра мы обедаем в ресторане «Невод». Нет, это исключено. Я не пойду в заведение, где моя жена целовалась с любовником. Нет, пойдешь. Ты должен научиться преодолевать свои страхи. Иначе они будут управлять тобой. Завтра в два. Посмотри на меня. Это всего лишь ресторан. Один из многих. Только это не просто ресторан. Здесь вся моя жизнь посыпалась к черту. Выплюнь зубочистку. В конце концов, это неприятно. Извини. Добрый день. Мне, пожалуйста, вот этот салат и овощи на гриле. А для молодого человека – стейк. Средней прожарки. Бутылку воды без газа. Спасибо. Спасибо. Я, знаешь, тоже с рестораном не задалось. Ну, ничего, как-то справилась. Тебя-то, наверное, обсчитали или долго обслуживали, да? Нет, не угадал. Мы очень бедно жили. Отец ушел от нас, а мама горбатилась на двух работах. Денег все равно было мало. Когда мне было 17 лет, я первый раз попала в ресторан. С мужчиной. Именно. Он был на семь лет старше меня. Такой серьезный, уверенный. Сказал, чтобы я заказывала все, что захочу. Я выбирала семь блюд. Ого. Тебе не скажешь, что ты была обжором. Играла живая музыка, и мы танцевали. Я так танцевала. А потом он сказал, что за все в этой жизни надо платить. И после десерта мы поедем в сауну. И ты... Ну, конечно, нет. Я сбежала через кухню. И с этого момента я решила, что буду зарабатывать столько, чтобы за все и всегда платить самой. И еще я больше не танцую. Вообще не танцуешь? Подожди, что? Даже с любимым мужчиной танцевал? А с любимым мужчиной у меня вообще не задалось. Вадим обожал чистоту. Устраивал скандалы, если находил, знаешь, следы капель на своей ложке. Кирилл мог есть с пола. Особенно, когда выпивал. Попивал Кирилл каждый день. Олег не брал ни капли спиртного в рот. Но за полгода увел у меня семерых клиентов. Меня уволили. И мне пришлось открывать свое дело. А потом появился Сергей. Настоящая любовь, африканские страсти, клятвы верности, любви. За месяц до свадьбы я застала его в постели со своей секретаршей. С тех пор я завязала с возлюбленными и с секретаршами тоже. Да. Ты куда? Елена Сергеевна, разрешите вас пригласить на танец? Да я же сказала, что я не танцую. Ты же сама говорила, что надо преодолевать свои страхи. Ну подожди, сейчас же день и обед. Ирусь, а почему мы стоим? Пойдем. Я туда не пойду. Ирусь, как не пойдешь? Ты же есть хотела. Перехотела. Перестань называть меня Ирусь, и сколько можешь повторять? Началось. У нас огромный опыт в сфере озеленения, а также в работе с интерьерами. И мы были бы очень рады видеть вас в числе наших клиентов. А вы ведь всегда не за этим пришли. Не отвечать это не вопрос. Я просто знаю, кто вы. Да, пришла на вас посмотреть. Очень хотелось узнать, кто ж так быстро окрутил моего мужа. Вашего бывшего мужа. И вы нашли ему замену задолго до развода. Что, хотите сделать еще одну брачную рокировку? Вот моя личная жизнь вас не касается. А моя вас. Олеся, зайдите, пожалуйста, ко мне. Мы закончили. А вы молодец. Сделали извилием человека. Приятно посмотреть. Для меня бы он так не изменился. Откуда вы знаете, что и для кого он делает? Вы когда с ним последний раз говорили по-настоящему? А вот это я почитаю. У вас интересное предложение. Алисия, отнесите ко мне в кабинет. Катя ночует у своей подруги из школы. Ага. А что за подружка? Как ее зовут? Алиса вроде бы. Пап, я не помню. Артур Катю отвез. Понятно. Но мне этого спокойнее не становится. А еще начинается новый сезон Супер Шефа. Ага. А я знаю. Жалко, что мы не сможем смотреть его вместе. Ничего подобного. Ничего не жалко. Даже очень хорошо, что мы не будем его смотреть вместе. Почему? Потому. Не могу тебе сказать пока. Это секрет. Лерочка, дорогая. Я не мастер говорить красивые слова. Но вы перевернули всю мою жизнь. Олег Тихонович, зашел пораньше, чтобы помочь мне в организации кулинарного вечера. Олег Тихонович, вы знаете, я подумал и принимаю ваше предложение. Я так и думал. Поздравляю. Только я хочу вам сказать, что отборочный конкурс Супер Шеф вы будете проходить на общих основаниях. Да, разумеется. Минуточку. Это вы говорите об этом ужасном телешоу, которое вы все время смотрите? Вы что, собираетесь принять в нем участие? Да. Виле, милый, поздравляю. Я уверена, что вы одержите в нем молниеносную победу. Ну, в таком случае пойду приготовлю вам гужере. Лерочка, присядем. Я возвращаюсь к начатой мною беседе. А я что? А я сделал вид, что маминого кошелька ты и не видел. Что ж такое-то? Опа, опачки. Поперло нам, брателы. Прокатимся? С ветерком. Вы что, ребят, с ума сошли? Это ж угон. Да мы прокатимся и вернем. Садись давай. Давай. Погнали. Обожди-ка. Стой! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...